– это резиденция ордена госпитальеров в Святой Земле. К сожалению, это место, которое мы в первозданном виде уже никогда не увидим, потому что там происходят известные события, его разрушили очередной раз, там бесценные росписи, статуи, резьба, у меня книжка есть вот такая вот по поводу «Крака да Шевалье», и там до конца… он таких размеров, что его до конца не могли никак отреставрировать, но он реально гигантский, это просто скала, на которой возведён чудовищных размеров замок его вообще смогли взять, только потому, что там не осталось гарнизона почти, но теперь зато есть всякие дистанционные средства, которые замечательно рушат даже каменные стены, и, в общем, короче говоря, вместе с Пальмирой его того. Американцы? Ну, местные, конечно, но не нужно думать, что тут только местные виноваты, это виноват мировой капитал, который прямо сейчас, в котором, кстати говоря, участвуем и мы тоже, не нужно кривляться, уж теперь точно совершенно понятно, что мы там никакой позитивной функции в Сирии не несем вообще, это сначала могло показаться так, но так как мы до сих пор эту войну не прекратили, но продолжаем участвовать в этой кровавой клоунаде, это по-другому не назвать, сейчас интернациональный капитал занимается тем, что уничтожает просто память тысячелетий там, нам этого потомки не простят вообще никогда. Вот наша эпоха будет оплёвана и проклятой, будет правильно сделана, потому что то, что происходит сейчас, сейчас это даже не убийство людей, это нечто гораздо хуже, человек может убежать, крак да шевалье, ненайденный кумранский папирус Пальмира убежать не может, это невозможно восстановить никогда, т.е. можно сделать некий новодел по картинкам, это можно, но подлинные артефакты прямо сейчас утрачиваются навечно, вот так вот. Так-так, и вот война, от которой никакого толку. Да, и при этом такая риторика победоносная, что вот вы, посмотрите, мы там боремся с мировым терроризмом, ну, во-первых, для меня это загадка, как можно бороться с мировым терроризмом при помощи ракетопланов, бомбомётов и т.д. с терроризмом обычно милиция борется. От того, что вы там накидаете бомб и убьёте кучу людей, окей, пускай в вооружённых и в челмах… Пускай многие из них из нашей страны. От этого терроризма меньше не станет ни в коем случае, террористы, они готовятся не там, приезжают не оттуда и оплачиваются тоже не там, эти деньги находятся в банках обычно, теперь 21 век, это очень легко сделать. Так вот, при всей этой риторике, про то, что мы там правильными вещами занимаемся, почему вдруг оказывается, что эти правильные вещи, во-первых, напрямую вредят родной территории, т.е. у нас денег всё меньше, потому что нас санкциями давят за это, как минимум, я уж не молчу про расходы на содержание контингентов в Сирии, ну, допустим, в масштабах страны это немного. Родной территории, родному народу от этого только ущерб, вот нам сообщают, так это чтобы там «Газпром» протянул газотрубу дополнительную, опять же, это открытая информация. Да. Я сразу вспоминаю, как у нас в своё время пытались захватить Боспор и Дарданеллу во время Первой мировой войны, чтобы вывозить как можно больше зерна. Тогдашний газ и нефть. Тогдашний газ и нефть. И почему мы должны реагировать на это как-то иначе? Вот смотрите, у нас есть национальное достояние «Газпром», есть национальное достояние «Роснефть», вот они вывозят «Газ» и «нефть», как соответствует из названия. Почему у нас газ, наш газ, который по Конституции является достоянием народа, и нефть, которая тоже вроде как достояние народа, у нас продаётся на Запад, а внутри одной страны только дорожают, что бы ни происходило на Западе. Падает цеда на нефть – бензин дороже, потому что прибыли упали, нужно хоть как-то компенсировать. Поднялась цеда на нефть – бензин дороже, ну потому что цеда на нефть-то поднялась, она уже не может оставаться неизменно, газ, которым у нас дома топят, в комфорках горит, в колонках горит и так далее, он тоже только дорожает. Если вы собираетесь что-то вывозить, вы как-то имейте в виду, делиться-то с местным населением или нет? Нет? Так значит, вы там не о национальных интересах в Сирии заботитесь, а о собственной прибыли, тогда при чём тут мы? Вообще непонятно, если они с нас дарут деньги и собираются дарать деньги где-то ещё, мы тут вообще ни при чём. Значит, это у нас есть что, если перевести на русский? Империалистическая война, ему не занято, значит, ничем хорошим в Сирии, потому что империалистическая война хорошей и правильной быть не может просто по определению. Мы таким образом выступаем как международный империалистический хищник, агрессор, неважно, нас Асад пригласил туда. Да, т.е. мы законов тебя не нарушили, это без сомнений, все приличия соблюдены, но мы не не сём ничего хорошего ни сирийскому народу, ни российскому народу.